ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь была часть, располагался зенит-ракетный комплекс, да? Это второе кольцо обороны ПВО Москвы. Соответственно, здесь как бы служили военнослужащие, да? А в этом городке жили, соответственно, там дети, семьи, дети, там даже старики и так далее, так далее. Туда же была школа и прочее, прочее, прочее. То есть жили, не тужили. В какой-то момент вечером это рассказывал, я вычитал как бы в одном месте, потому что вот это все место, оно покрыто там какой-то пеленой тайны, мрака, какой-то мистики и так далее. Рассказывает тетка, которая здесь раньше жила, реально. То есть это реальная тетка, это там не какая-то вымышленная тетка, ну там какой-то персонаж. Короче, около полвосьмого вечера к ним постучались, вот как раз в одном из этих домов, постучались квартиру. Постучались квартиру, то есть там не как бы рядовые, две служащие, да? А товарищи в костюмах, да? В форме, да? Ну, назовем их люди в черном. Ну, типа того, там люди в черном, тогдашние как бы лет, да, времен, эпохи и так далее. И сказали, что идет экстренная эвакуация, нужно покинуть город. То есть дали час, им дали час собрать дедоки, бабки, там всякое ненужное, то есть все оставить и как бы подогнали машины и их вывезли отсюда. Причем их не просто вывезли, обратите внимание, они бежали так, что теряли сандалии вообще по дороге. Это очень важно. Ну, может быть и сандали терялись. Ну вот, лежит сандаль. Вот. Соответственно, есть также версия, что как бы вот в этой локации проводились какие-то эксперименты. То есть военные производили в те, в какие, в 80-е, по-моему, года, да, там, проводились какие-то эксперименты с радиочастотами, с радиосигналами, с какими-то высокими частотами. Вот. Кто-то там поговаривает даже, что здесь люди, когда, ну, там приезжают, там, вот эти вот сталкеры, не сталкеры, там и так далее. Тут искривляется время и пространство. То есть здесь время чувствуется оно по-другому. Вот оно реально по-другому чувствуется, потому что как только я пересек вот черту, допустим, да, я прям реально понимаю, что у меня не падает. Он стоит и стоит. Ну, может быть, у каждого свои. А, каждый полет не чувствует. Да, да, да. Вот. Ну, что? Продолжим. Продолжим чаю по глотку и пойдем дальше? Да. Где будем пить? В подвале? Бля, да можем даже здесь. Вот. Как лучше на природе? Может, это, к Мисуке пойдем? К кому? К Мисуке. К мистеру Ямамото? Ха-ха-ха. Ябаното. Мистер Ямамото нам запрет чай. Нет, там просто есть Мисуке, с ней просто интересно стоять. А где она? Девочка нарисованная. Вообще просто шикарно сделанная. Вот. Свинец или что это? Свинец, скорее всего, да. А-а-а. Вот. Дед Мертвагел, да. Это дело рук мистера Ямамото. Это не существующего... Человек, который живет здесь. Ага. Девочка, нож на гладочку похожа. С перевернутым крестом. Здесь же сатанисты тусуются, проклятые. Угу. Не ладно. Сатанюги. Ну, суть по развала ног, она где-то лошадь потеряла. Бля, ну, такая, как бы, это... Рабочая. Я думаю, что еще не сильно, но... Все к этому идет. Короче, давай, поворачивайся. Сейчас мы вам покажем, как мы будем пить чай. Тебе работает кое-что? Это, видишь, у нее ремень. Можешь там аккуратно написать. Степан Уолл. Могу. Вот. Красиво только. Это. Камера пишет? Да. Камера пишет. Сейчас мы вам покажем, как мы пьем чай. Вот. Это, я надеюсь, запикывают или вырежут. Вот. А может и нет. Ничего себе. Это. Вот этот я первый раз видел. Рюкзак в рюкзаке. Вот. Причем, обратите внимание, что в том рюкзаке еще несколько рюкзачочков. Это все поделки для странилом. Да? Так. Держи. Вот этот. Надо бросать курить. И вставать на лыжи. Курение. Курение. Так. Так как у меня сифилис и гонорея, бля. А у нас что, одна кружка, что ли? Нет. У нас не одна кружка. У нас их очень много. Горят. Знаете, термо. Так что ты зря свою достал. Так. Спасибо. Это титан японский. Ямасуки. Причем этот. А, мисаки. Этот. Здесь самый настоящий. Ну, правда, бодяжный. Я думаю, может, он чифер, который заботливо варил со мной из пачки озерчая с чибрецом. Вот. Как бы и сахарок тоже там присутствует. И сейчас мы будем тестировать этот чифер на нем и на нем. Если вы увидите пляски, то поймите наше шторило. А сейчас вам Валерий Русанович расскажет культуру питья чифера. Вот. Валерий Русанович, расскажи нам. Судя по запаху, я уже понял, что это не просто какой-то боярышник. Это реально вообще шнега конкретная. Да, жлобина-то сахарочку-то пожалел. Я боялся его как бы сахаром-то и убить. Весь эффект, бля. Ну, что, давайте. Эффект травы. За одулям. Мики-суки. Мики-суки. Да нет. Мисаки. Да. Сильно переподерживал. Прям много воды. Может, это, нам бутеров достать? А вы что, хавать хотите? Нет, просто я спрашиваю. Мы так, чисто это. Подзарядиться? Жахнул Чайковского. Да. О, ничего себе. Плоскогубцы. Пассатижи. А чьи-то? Это, я думаю, это мистер Ямамото забыл. Отец в Мисуке? Да, отец в Мисуке, когда разрабатывал вот эту ее область. Пассатижи. Ха-ха-ха. Выгибал. Да. Вот. После очередной развальцовки нужно было вернуть все на место. Да. Мы еще вернемся. Там, в средний подъезд, на третий этаж. Вот. Чего там нашли-то? Ямамото. Соня, ты можно? Нет. Тебе это не понравится, Валер. Не любишь такие вещи. Ты же натурал. Ха-ха-ха-ха. Но не всегда. Ха-ха-ха. За каждым есть грешок, да? Ха-ха-ха. А вы почему думаете, дорогие парни? Кстати, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Степные Волки. Нажимайте колокольчик. Все самое интересное впереди. Ну и комментарии, конечно, пишите. Какие-нибудь дебилы. Ну, возможно, и это. Как вы думаете, это один, полгрешок или два? То самое интересное, что ведро вазелина подогревается в багажнике. Вот. Вы знаете, я заметил странную тенденцию. Один раз вроде как бы не пи***с, а два раза не система. Совершенно верно. Ну, ведро-то зачем будет? Ведро? Да. Ну, наши четвертые. Понимаешь логику? Логик ты один. Сам молодой? Таким. Смотри, запасливочек. Так. Слушайте, вы заметили, кстати, как нам повезло сегодня с погодой? Реально офигенная погода. Сегодня даже выглянуло солнце. Впервые за долго-долгое время. И еще момент. Сегодня очень важно астрологические события. Ну, кому это будет интересно, сегодня солнечное затмение будет. Сегодня день солнечного затмения. Вы знаете, я посмотрел на архитектуру здания, и на самом деле очень удивлен. Это нахрена вот такие форточки вообще? Это раньше проветривание, блин? Проветривание? Или просто это бухло пропихивать, чтобы удобно было? Нет, там просто закладки скидываются. Вы что думаете, спаник листилы? Еще скажи, с вами Хилл Беллиген. 6-1-6, темные боги. А это не надо туда накручивать? А, на сверху накручивается. Кстати, термосартика. Реально офигенная тема. Нам за это не заплатят. Подожди. Уже походу заплатили. Офигенная тема для похода. 48 часов. Колба, вакуум. Держит бомба. А зачем нам сейчас фонари-то? Затмение будем подсвечивать? Нет. Мы будем подсвечивать вот такую. Сейчас. Можно на руку. На хуй еще и приятно, да? Он с вибратором? Бля, нет. Это старая модель. Без вибратора. Они, бля, пожелания русских не учили, бля. Не, а в каком вообще обстановке, Валер? Как тебе? Ну, мы как бы здесь даже еще, не то что даже, бля, третий, не полазили. Ну, вот так, первое впечатление. Какое? First look, как говорят. Вот честно? Ну. Вот прямо от меня. Давай. Мочи. Misaki. Вот она. Все остальное здесь вообще полная шляпа. Вот. Неплохо вот надпись Сектор Газа. Не, ну если тебе брать не надпись, а именно вот, как бы, сама обстановка, бля. В сравнении, ну ты недалеко от Москвы, бля. В сравнении, там, с другими заброшками. Это считается, как бы, такая подмосковная Припять. Это вырежет. Так что здесь много народу ходит. Для Припяти. Да. А в Припяти что, мало народу ходит? Там, наверное, толпы лазят. Там экскурсии водят. По 20-30 человек автобусы привозят. Ты же брешь. Я его в итоге все равно выложил. Ну что? Попил? Да. Травку доел? Комбайс, так сказать. Это как в багажник складываешь грузовик. Да. Молодой ее, большой. Пусть работает, бля. Отрабатывает. Ну, конечно. На Новый год в бухалку теперь нужно качаться. Ты качалку или нет? Я что, в бухалку, бля. Словер. Сорвался, бля. Давайте, пойдем, посмотрим, что там. Погнали. Девочка огонь, у меня такой давно не было. Это хорошо. Нет, звали готовить или вообще в плане? Нет, звали коля ранее. Ты заснял? Да. Самое офигенное, что мы можем тут ходить, блядь. Просто, ну, как бы нормально ходить, а не утопать по поясу, блядь, в снегу, блядь. Я был готов к этому. Давайте ты найдешь свой волшебный комбинезон. Ну, я подумал, что да, не хочу я спарить яички. Ну, сюда, пойдем, сюда. Что здесь голуби забыли? На то они и голуби. Их двое даже.